Курорты Красной Поляны для множества туристов являются центром притяжения круглый год. Они любимы и зимой и летом. Красивая природа, хороший климат, комфортные условия проживания. Мне стало интересно, а с чего же здесь все начиналось? В 1864-м, после окончания Кавказской войны и переселения Черкеса в Турцию, здесь на месте их последнего оплота, черкесского аула Гбаады, великий князь Михаил Романов образовал селение Романовское, а окрестные места повелел называть Царская Поляна. Правда, новые жители появились здесь лишь спустя 14 лет. В 1878 из Ставрополя сюда пришли 36 греческих семей, испантийских греков, переселенцев из Турции. Они назвали свой поселок Греческое, а через некоторое время сюда пришли безземельные эстонцы. Такое у них было правило, вся земля передавалась старшему сыну, а остальным приходилось обживать новые места. Часть эстонцев осталось жить с греками, а часть образовала новый поселок Эстонка, который через несколько лет превратился в нынешний Эстасадок. Одного из первых эстонских переселенцев звали Адул Рооса, а через несколько лет его хутор Рооса превратился в Роза Хутор. В 1898 за прекрасный климат эти места признали горным курортом. В 1903 для Николая II здесь даже построили императорский охотничий домик, в котором он правда ни разу не был. Появились здесь дома и для крупных помещиков и вельмож. Вот они здесь бывали часто. Теперь этот бывший царский домик рядом с кругозором турбазы Красная Поляна находится в частной собственности и попасть туда невозможно. А официально эти места стали называть Красной Поляной с 1920-го, хотя поселок Красная Поляна здесь был еще в царские времена. В 1924 здесь открыли турбазу Горный Воздух, после чего турбазы и новые отели здесь стали появляться очень активно. В 1968 при участии тренера и организатора Гурьевой Светланы Моисеевны, ее мужа, в районе Эстасадка появилась первая горнолыжная детско-юношеская спортивная школа «Спартак». И в 1972 здесь даже установили 4 чешских стационарных горнолыжных подъемника. Но уже в 1976 Гурьевых отозвали в Москву для подготовки к летней Олимпиаде 1980-го. И с мечтой о строительстве горнолыжного комплекса на тот момент пришлось распроститься. И только в 1992-м, наконец-то, здесь, на месте бывшего «Спартака» у поселка Эстасадок, образовался горнолыжный комплекс. Это была Альпика-Сервис, которую в 2008-м передали Газпрому. Теперь на северных склонах хребта Аибга находятся три горнолыжных комплекса. Альпика-Сервис, 1992-й год, который относится к Газпрому, Горная карусель, 2008-й год, бывший курорт Горки в город, а теперь Красная поляна, основной акционер Сбербанк, и Роза Хутор, 2010-й год, которую построила компания Интерос Владимира Потанина. Вот такова история данного курорта.